Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты и я, Ольга Васента. Смотрите сейчас. Не по дням, а по часам. В микрорайоне «Молодежный» полным ходом идет возведение новой улицы. Будут предусмотрены две большие парковки на 700 мест и на 600. На какой стадии строительства? Притормози. ГАИ на выходных усилит контроль на дорогах. Алкоголь является одной из наиболее частых причин ДТП. На что еще сделают акцент наряда ДПС. Школа блогеров, информационное агентство «Бобруйск-Медиа» приглашает на кастинг необычного проекта. Будет создана комиссия из людей, которые в нашей организации занимаются разными площадками. Как воплотить мечту в реальность. А также большое совещание, семейный капитал и долгожданная гонка. Город готовится к главному зимнему состязанию. Когда старт? Превыше всего экономикам президент провел большое совещание Совмина в Доме правительства. Александр Лукашенко потребовал уделить повышенное внимание строительной отрасли. Это касается и незавершенных объектов, в частности брошенных международными банками, и возведения жилья, в том числе арендного. Белорусский лидер акцентировал на проблемах со стабилизационными фондами, о которых ему из года в год докладывает КГК, и напомнил об ответственности за падеж скота. Конечно, особое внимание в борьбе с инфляцией. Цены – вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами – монетарными, регуляторными, административными, но допивайте, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией. Ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жестокие. Без предела мы допустить просто не можем. Цены должны быть справедливыми. При этом не менее важное условие – полноценный ассортимент на прилавках магазинов. Продукты питания, медикаменты, товары повседневного спроса и для хозяйственно-бытовых нужд – все должно быть в достатке, в приоритете от отечественного производителя. Поэтому первоочередная задача Министерства антимонопольного регулированной и торговли, Минсельхозпрода, Белгоспищепрома, местных органов власти обеспечить бесперебойные поставки товаров, в том числе продовольственных, на внутренний рынок страны. Все, что мы не потребляем, пожалуйста, на экспорт. По результатам мониторинга предприятия, особенно в регионах, отметил глава государства, критикуют работу банковской системы. Основных претензий две. Недостаточная помощь в поиске маршрутов платежей и затянутые сроки рассмотрения кредитных заявок. Поставлена задача создать единый центр содействия. Президент также поручил не упустить время и нарастить товарный поток с Китаем. Среди стран дальней дуги КНР – главный стратегический партнер Беларуси. По итогам недавнего визита в Пекин заключены почти 40 контрактов на 3,5 миллиарда долларов. Дорога ошибок не прощает. Госавтоинспекция на выходных усилит контроль. Повышенное внимание трассе Р-31, Бобруйск, Мозырь, граница Украины. Наряды ДПС будут следить за соблюдением скоростного режима. Правил перевозки пассажиров, обгонов и выезда на встречную полосу. Не останутся незамеченными бесправники и нетрезвые водители. Алкоголь является одной из наиболее частых причин ДТП и создает угрозу для жизни и здоровья всем участникам дорожного движения. Тяжесть последствий таких происшествий значительно выше по сравнению с остальными авариями. Мы обращаемся к гражданам не оставаться в стороне и сообщить по телефону 102 о фактах нахождения на дороге нетрезвых участников дорожного движения. ГАИ рекомендует в сложных погодных условиях водителям выбирать безопасную скорость. Учитывать состояние проезжей части и видимость. Избегать резких маневров. Пешеходам же следует быть предельно внимательными при пересечении дороги и обозначать себя световозвращающими элементами. За минувший год в Могилевской области произошло 373 ДТП, в которых погибли 49 человек. Политическая программа, лидирующая позиция и положительная динамика. В стране трех и более детей воспитывают свыше 120 тысяч семей. Как им помогают. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В Беларуси продолжается активное обсуждение программы партии «Белая Русь». Главные ее постулаты – доступные и бесплатные медицины и образования, защита материнства и детства, достойная оплата труда. Предложения можно внести на круглых столах, опросах и дискуссионных площадках. В Могилевской области их около 150. Учредительный съезд, напомним, пройдет в столице 18 марта. Наш регион представит 119 человек. В стране создадут спецфонд для страхования от невыплаты зарплат. Сейчас идет разработка проекта указа главы государства. Согласно документу, если организация «Банкрот» не выдаст работнику деньги, она будет обязана возместить задолженность в размере трехмесячного заработка. Только в 2022-м около 200 белорусских предприятий имели долги перед своими сотрудниками. На досрочное распоряжение средствами семейного капитала подано свыше 68 тысяч заявлений, в основном на улучшение жилищных условий, оплату медуслуг и образования. Размер выплат – 29 950 рублей, что на 15% больше, чем в прошлом году. Программа реализуется еще с 2015-го. За это время результаты доказывают ее эффективность и востребованность. Трех и более детей воспитывают свыше 120 тысяч семей. С понедельника стартует патриотическая акция «Мы, граждане Беларуси». В рамках проекта 14-летним школьникам во всех уголках Синеокой торжественно вручат паспорта. Инициатива зародилась еще в 2004-м и приурочена ко Дню Конституции, который пройдет 15 марта. С тех пор она приобрела популярность среди молодежи. Только от БРСМ в этом году примет участие свыше трех тысяч человек. В субботу пройдет Бобруйская лыжня. В эстафетах на дистанциях 800 и 1000 метров выступят представители предприятий, организаций, учащихся школ и колледжей. Начало регистрации команд в 9.45, построение в 10.30, торжественное открытие в 11.00. Стартуют спортсмены в полдвенадцатого. Будет организован дополнительный автобус по 25 маршруту. Микрорайон «Западный», «Ледовый дворец». С 7 до 14 часов. Похудевшая жировка в Беларуси предусмотрены случаи, когда можно обратиться за перерасчетом платы ЖКУ. Такая возможность предоставляется тем, кто отсутствует дома 10 и более дней. Но по уважительной причине. К примеру, из-за выезда за границу на оздоровление или прохождение военной службы. Сумма выплат меняется за вывоз мусора. Также, если не счетчиков, за канализацию, воду, газ и электроэнергию, которая потребляется на работу лифтов. Главное – подтвердить отъезд в течение семи дней после возвращения. Согласно указу президента Республики Беларусь номер 200, гражданин подает заявление в организацию, осуществляющую начисление платы с предоставлением подтверждающих документов и его временного отсутствия. Стоит отметить, что временно отсутствующие граждане не освобождаются от оплаты за теплоснабжение жилого помещения, пользование лифтом, электроэнергией в общежитиях, а также санитарным содержанием вспомогательных помещений. Чтобы избежать накопления долгов и лишних трат на оплату пений, специалисты предлагают воспользоваться авансовым платежом. Доступно это через отделение банков, почты и инфокиоска. Более подробная информация на официальном сайте предприятия. В Бобруйске ответы на вопросы можно получить по интернациональной 17 или 50 лет в ЛКСМ-43Б, а также по номерам телефонов, которые указаны в извещениях. Еще одна точка на карте. В Бобруйске полным ходом идет возведение новой улицы. Пуховская свяжет строителей Днепровской флотилии и бульвар Приберезенский. Практически завершены работы по монтажу ливневой канализации. Осталось уложить асфальтобетонное покрытие, установить бордюры и опоры освещения. К концу подходит и строительство троллейбусной линии. О глобальном расширении Татьяна Горбач. Молодежный микрорайон растет не по дням, а по часам. Буквально за десятилетия пустырь превращается в благоустроенное место для жизни. А совсем скоро здесь закончат возведение новой улицы. Пуховская свяжет сразу три транспортные артерии – строители Днепровской флотилии и бульвар Приберезенский. Общая протяженность почти 800 метров. Ширина проезжей части – 9. На улице Пуховской будут предусмотрены две большие парковки. На 700 мест и на 600 – две. И еще маленькие четыре штуки. На ней предусмотрена велосипедная дорожка, тротуарная дорожка с двух сторон. А также еще предусмотрены линии освещения. На объекте трудятся специалисты ДСУ-16. Работает около 20 единиц техники – погрузчики, грейдеры, экскаваторы. Осталось уложить асфальтобетонное покрытие, установить бордюры и опоры освещения. Параллельно завершается благоустройство Днепровской флотилии и Приберезенского бульвара. Работы по монтажу ливневой канализации подходят к завершению. Основные ветви канализации уже проложены. Осталось сделать врезки к будущим домам. Работы должны закончиться в июле месяце. С расширения микрорайона возникает необходимость продления второй троллейбусной линии. К маршруту добавляется более километра. Конечную остановку переносят на пересечение Строителей и Пуховской. Благодаря этому добраться до места отправления смогут даже жители района тепличного комбината. До ближайших домов порядка 500 метров. Работы ведутся с октября прошлого года. Сейчас они на финишной прямой. С улицы Сикорского до конца улицы Строителей на сегодняшний день работы по троллейбусной линии полностью завершены. Происходит некоторая пусконаладочная работа, что должны вот-вот закончиться. Реконструкция перекрестка Сикорского начнется в следующем месяце. И там останется порядка, наверное, 10% натянуть троллейбусного кабеля этого и провода для того, чтобы троллейбус пошел уже по новой линии. Еще 10 лет назад желающих жить в микрорайонах было немного. С развитием инфраструктуры картина приоритетов меняется. Теперь здесь есть все для комфортной жизни. Современные школы и детсады, магазины с парковками и спорткомплекс с бассейном. Прекрасно ходит общественный транспорт. Добраться до центра уже не проблема. Новая часть города отличается от исторической кардинально. И в этом свой шарм. Татьяна Горбач, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Жизни в свете софитов. Информационное агентство Бобруйск Медиа приглашает принять участие в новом проекте «Школа блогеров». Тех, кто пройдет отборочный этап, ждет обучение у профессионалов своего дела. Ребята будут познавать секреты теле- и радиомастерства, ведение соцсетей и написание журналистских материалов. Речь не только о теории, но и о практике. Будет создана комиссия из людей, которые в нашей организации занимаются разными площадками. То есть это интернет и соцсети, это телевидение, это радио. Каждый из них подготовит небольшие задания в форме собеседования, которые будут даны ребятам. Я думаю, что это не вызовет у них большой сложности и все желающие попадут действительно в нашу группу. Мы ждем талантливых и амбициозных ребят от 12 до 18. Кастинг пройдет 11 марта в 12 часов по адресу Социалистическая 90. Не упустите уникальную возможность стать частью медиапространства. Участие в проекте бесплатное. Справки по телефону. Плюс 375 44 575 90 15. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!